МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прошлый год жители Сергьевска оценили деятельность сельской администрации на удовлетворительно. Людям творческой профессии посвящается. Работники культуры отмечали свой профессиональный праздник. Это решающее сражение. Состоялся второй матч финальной серии чемпионата района по волейболу. Вчера утром Сергьевский район с рабочим визитом посетил депутат губернской думы Андрей Кислов. После совещания с главой муниципалитета самарский гость побывал на насосно-фильтровальной станции в Сергьевске и дал высокую оценку ходу всех проводимых там ремонтных работ. На повестке дня тема одна, но важность ее переоценить невозможно. Строительство Сергьевского группового водовода, а именно контроль реализации столь масштабного проекта. Посмотреть, что сделано, определить с направлениями и как развиваться дальше. В том числе программа «Чистая вода» – это федеральный проект. И вот в рамках этого проекта в том числе и строился вот этот вот Сергьевский групповой водовод. Вторая часть встречи прошла непосредственно на объекте Сергьевской насосно-фильтровальной станции. Работы по ее реконструкции и в целом строительству Сергьевского группового водовода осуществляются в рамках программы «Чистая вода». Начало проекту было положено в 2006 году. За этот период времени в него вложено 700 миллионов рублей. Для сельского района эти цифры очень большие, тем более инфраструктурный и социальный проект, не бизнес, который там должен приносить прибыль, а именно социальный и инфраструктурный проект, который в первую очередь рассчитан на то, чтобы населению региона жилось хорошо. Вопрос, который особенно интересовал депутатов, касался своевременных поступлений средств на продолжение реконструкции. В ближайшее время областным ведомством будет сформирована заявка на облучение очередного транша от Федерального фонда содействия реформирования ЖКХ. Оно позволит завершить все работы согласно плану. За два года, 16-17, мы заканчиваем работу. В сентябре планируем ввести в эксплуатацию. Почти 20 километров водовода, насосно-фильтровальная станция. Первым сданным объектом в рамках программы была Серноводская насосно-фильтровальная станция. Помимо Серноводска, она обеспечивает водой жителей Суходола. Сергиевская ЖНФС позволит забыть о проблемах с водоснабжением граждан, проживающих в райцентре, а также Сургуте. Здания были старые, вот назрела такая необходимость срочной реконструкции. Но не просто там что-то поменять, а глобально вообще переделать. С учетом того, что район развивается, новые перспективные застройки появляются, воды, безусловно, не хватало, дефицит ощущался, особенно в летний период. За короткий срок были проложены километры трубопроводов, выполнен демонтаж старого оборудования, прокладка сетей, электроснабжение. Производится отделка здания, ремонт резервуара чистой воды. Проведены вот эти работы, замена насосов, есть импортное оборудование, есть отечественное оборудование, идет снижение по затратам по эксплуатации. Самарские гости остались довольны увиденным. Стоит отметить, что несмотря на реконструкцию, НФС продолжает функционировать, обеспечивая жителей, благодаря резервным мощностям, необходимым объемам питьевой воды. Дмитрий Сурков, Надежда Щипакина, Александр Семкин. Служба новостей телеканала «Радуга-3». Днем ранее в Серьевске состоялось собрание граждан. Данная встреча стала заключительной в целой череде сходов, прошедших в поселениях нашего муниципалитета. Жители имели возможность задать напрямую вопросы профильным специалистам, заслушали доклад главы поселения Михаила Арчибасова и дали оценку его работы удовлетворительно. В районный дом культуры жители Серьевска начали собираться задолго до начала схода. В холле здания они имели возможность пообщаться со специалистами различных профильных отделов, озвучить проблемы, получить разъяснения по наболевшим темам. С дорогами проблемы. Вообще плохо ходят автобусы. Мне вот 82 года, мне очень далеко добираться оттуда. Я не могу ни в больницу, ни коммунальные услуги оплатить. Я иду с таким трудом, еду в центр, чтобы не оплатить. В сельское поселение Серьевск помимо райцентра входят несколько населенных пунктов. Собрания в Успенке и Боровке были проведены днем ранее. Отчетное же началось с приветственного слова главы района. Я вас, во-первых, благодарю за пройденную выборную кампанию, за прожитый год. Я думаю, Михаил Михайлович сейчас освежит нам в памяти в своем докладе все то, что было хорошего, да, какие задачи будут стоять перед администрацией. Я еще раз подчеркну формат, который здесь, как бы, идет уже из года в год на территории района. Он, безусловно, полезный нам всем. Повестку дня открывал доклад главы сельского поселения Михаила Арчибасова об итогах работы местной администрации за 2016 год. По его словам, несмотря на многие известные трудности, сделано немало. Одно из ключевых направлений – выполнение наказов граждан, полученных администрацией по итогам предыдущих сходов, а также встреч главы района с активом поселения. Построен тротуар, соединяющий детский сад «Радуга» с парком у здания автовокзала по улице Ленина и Северной. Завершено строительство сети водоотведения, малоэтажные застройки микрорайона Северной и строительство в нем уличной дорожной сети. Благоустроена улица Аэродромная. Произведено благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. Выполнен ремонт группно-себедовщих дорог по улицам. Набережная Братьев Тимашево, Новая набережная. Озвучилась и статистика. Так, численность населения за последний год изменилась незначительно. 9 552 человека, что на 22 больше, чем в 2016. Рождаемость превышает смертность, едва заметно выросла безработица, наблюдается незначительный дефицит бюджета, радует положительная динамика в росте обрабатываемых сельскохозяйственных площадей. Наиболее острым по-прежнему остается вопрос вывоза ТБО. Существует много несанкционированных свалок, на прилегающие к силу территории. Самое печальное – образуются новые. Неоднократно совместно с телевидением организовали обращение к жителям по поводу заключения договоров о разрешении ТБО и вывозки габаритного мусора на районный перегон. Не все слышат обращение. Сход граждан имеет формат прямого диалога. Жители имеют возможность пообщаться с властью на злободневные темы. В этот вечер прозвучало много вопросов с мест. Некоторые граждане выступали с трибуны, где также заостряли внимание президиума на проблемных моментах райцентра. По улице Советской жители, проживающие с первого дома и вот до перекрестка, где находится Сбербанк, обращались в районную администрацию, до этого обращались в поселение, с тем, чтобы подремонтировать то, что еще можно подремонтировать. Я имею в виду проезжую часть по улице Советской. И еще один момент. Когда поворачиваешь налево, в сторону Сбербанка, со стороны милиции поднимается очень много машин. И порой 5-10 минут ждешь поворота. Сзади скапливается машина. Надо всего лишь навсего убрать один столб на стоянке, от которой милицейская, и на метр расширить. На все выступления жителей Алексеем Веселовым, Михаилом Арчибасовым, а также специалистами различных служб и отделов были даны исчерпывающие ответы. В целом сход прошел в рабочем режиме, уложились менее чем в три часа. Итог собранию граждан подвел глава муниципалитета. Вопросы, которые все здесь были озвучены, они нам понятны. Большой блок вопросов, конечно, посвящен благоустройству. Это из года в год, хотя проблема эта решается. Но в целом, я еще раз подчеркну, для общего решения нужны колоссальные средства. Это более миллиарда рублей. Поэтому те небольшие средства, которые у нас выделяются в процессе, идут, я думаю, они частично закрывают этот вопрос. Но каждый год они как бы все-таки у нас уже стоят. Мало вопросов по ЖКХ, чтобы порадовало. Это тоже такой показатель стабильной работы этой отрасли, от которой зависит очень многое. Поэтому, я считаю, очень такой продуктивный рабочий сход прошел. Отчетный сход стал заключительным в 2017 году. Летом диалог власти и населения продолжится в формате ежегодных встреч главы района с активами поселений. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Частичку своего вложен, когда по-хозяйски относятся. В минувшую субботу свой профессиональный праздник отмечали работники культуры. В честь этого дня на этой неделе в районном ДК «Дружба» состоялся праздничный концерт. Посвящен он был представителям творческих профессий. Лучшие из лучших получили заслуженные награды. Также прозвучали музыкальные номера. Культорганизаторы, руководители творческих коллективов, работники библиотек, музеев, детских школ искусств, руководители культурно-досуговых учреждений района принимали поздравления 29 марта. В здании районного Дома культуры «Дружба» состоялся концерт, посвященный Дню работника культуры. Подготовили мероприятие и приняли в нем участие сами сотрудники этой творческой сферы. Прекрасным подарком для всех присутствующих стало выступление гимнасток, вокальных коллективов и других артистов района. В целом программа мероприятия получилась довольно разнообразной. Она включала в себя и церемонию награждения. Достойнейшим работникам культуры были вручены грамоты за профессиональный и многолетний труд. Виновников торжества поздравили представители районной администрации и управления культурой Сергиевского района. Без вас мы действительно не смогли бы сделать того, что мы на сегодняшний момент делаем. Наши программы были бы не такими интересными, не такими бы яркими и разножанными. Огромнейшее спасибо всем вам за ваш труд, за то, что вы сохраняете культуру Сергиевского района и приумножаете ее. Огромное вам за это спасибо. Одно из главнейших достояний России – ее богатая культура. А является таковой она благодаря сотням великих деятелей культуры, которых подарила не только соотечественникам, но и всему миру. Актеры, писатели, музыканты, кинорежиссеры, художники – всех их связывает непростое творческое поприще. Многие из этих служителей искусства внесли огромный вклад в российскую и мировую культуру. Но нельзя оставлять без внимания и тех, кто работает на развитии искусства в сельской местности. В домах культуры Сергиевского района трудится множество квалифицированных сотрудников, многие из которых отдали этому делу не один год. К примеру, Платонова Лариса Николаевна – сотрудник районного дома культуры «Дружба». Уже около пяти лет она занимает должность заведующей автоклубом. С детства хотела быть артисткой, на сцене стоять. Дело в том, что я пою с детства, и поэтому как-то все само собой получилось, что я оказалась здесь и теперь с радостью работаю, с удовольствием. Моя работа очень интересная, я считаю. Непосредственно я занимаюсь проведением мероприятий, концертов за пределами нашего районного дома культуры, то есть на территории других поселений. Иногда выезжаем в другие районы, в другие населенные пункты. Я думаю, сложностей как таковых нет. Просто иногда хочется придумать что-то такое необычное, поразить людей, поразить нашу публику, зрителей. Чтобы людям было интересно приходить, интересно посещать наши мероприятия. Но только в этом трудности. Но я думаю, это не трудности, это просто такие ступени, которые нужно преодолеть. И мы с радостью это делаем. В городах и селах эти скромные люди, деятели культуры выполняют очень важную и трудоемкую работу. Ведь пыль и старение – то, что убивает искусство, а культурные работники помогают им оживать. Бережное хранение достояния страны, забота о нем и попытки сделать так, чтобы с ним без труда мог ознакомиться любой желающий. Несмотря на то, что длительное время у нас не работал район Дом культуры, у нас коллективы, скажем так, держат свой уровень, свою марку. Сегодня мы на сцене видели даже новые номера, новые коллективы. Я считаю, что мы достойно выступили и на губернском фестивале. Поэтому уровень я считаю, что мы держим. День работника культуры России отмечается ежегодно 25 марта. История его образования начинается весной 2007 года, когда министру культуры удалось убедить высшее руководство страны в необходимости объединения всех ранее действующих праздников в области искусства и творчества в один профессиональный, придав ему государственный статус. День работника культуры празднуется всеми людьми творческих профессий, занятых в областях кинематографии, книгой, издании, искусстве, полиграфии, туризме, спорте и средствах массовой информации всеми теми, кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие общества и популяризацию культурного наследия страны. Валентина Поликарпова, Антон Иванов, Реинформационный службитель компании «Радуга-3». Далее поговорим о состоянии цен в торговых точках и сетях Сельгевского района. Данные предоставлены официальным сайтом муниципалитета. По данным оперативного мониторинга в торговой сети района, с 20 февраля по 30 марта в некоторых торговых точках наблюдается небольшой рост цен на муку пшеничную, крупу гречневую, сахар, молоко, сметану, картофель, лук, капусту, морковь, томаты, свежий, перец сладкий. Между тем зафиксировано незначительное снижение цен на такие продукты, как крупа рисовая, макаронные изделия, мясо, кур, огурцы, виноград, апельсины, яйцо столовое. За прошедший период незначительно снизились цены на бензин 95 марки и дизельное топливо. И теперь интервалы цен составляют на бензин 92 марки от 35 рублей 40 копеек до 36 рублей 70 копеек за литр, на бензин 95 марки от 38 с половиной рублей до 39 рублей за литр, на дизельное топливо от 35 рублей 90 копеек до 39 рублей за литр. В Хворостянском районе завершилось мероприятие по уничтожению свинопоголовья. Оно было проведено в связи со вспышкой африканской чумы свиней. В общей сложности в течение нескольких дней в трех селах было уничтожено более 500 голов животных, находящихся как на частных подворьях, так и на мини-фермах. В селе Гремячка Хворостянского района в личном подворье жительницы Татьяны Борзенковой был обнаружен очаг опаснейшей болезни. У женщины, начиная с января, погибли 92 свиньи. Впоследствии был установлен диагноз массового падежа – африканская чума свиней. В настоящее время устанавливается источник возбудителя инфекции и пути распространения болезни. Беда пришла в Самарскую область. Беда под названием африканская чума свиней. Не смогли ветеринарная служба и местная власть, и мы вместе, не смогли удержать эту заразу. Она прорвалась в Самарскую область со всеми вытекающими последствиями. На этой неделе мероприятия по отчуждению и уничтожению свинопоголовья завершились. Силами ветеринаров Департамента ветеринарии Самарской области под контролем инспекторов Росельхознадзора по Самарской области были изъяты все свиньи, находящиеся в зоне карантина. В селах Гремячка, Грачевка и Владимировка. Всего было ликвидировано 527 свиней из частных подворий и миниферм. Каких-либо крупных свиноводческих хозяйств в карантинной зоне нет. Это мероприятие надо будет провести, чтобы ни одна свинья не осталась в этих двух селах. И мало того, в течение года здесь по условиям карантина запрещено разведение и выращивание свиней. Животные уничтожались бескровным методом при помощи инъекций. Туши животных были вывезены на полигон отходов и уничтожены путем сжигания. Пострадавшим владельцам должны будут выплатить компенсации за уничтоженных свиней из расчета 90 рублей за килограмм живого веса животных. Это наша зарплата, мы живем на это, люди все на это надеются. Из-за кого-то, из-за одного пострадало такое население. Согласно законодательству, мероприятия по ликвидации очага африканской чумы свиней будут проводиться еще в течение двух месяцев. Прежде всего это касается автотранспорта, выезжающего из первой угрожаемой зоны. Машины должны проезжать через ДЭС-барьер и обрабатываться специальным дезинфицирующим раствором. Наша задача стоять на посту, машины останавливать совместно с ДПС, проверять продукцию, мясную продукцию. Водители все понимают, владельцы животных, которым сейчас занимаемся, тоже понимают. Останавливаются, вопросов не сдают. Если кто подъезжает, который не из этих поселков, задают, объясняем, что карантин, чума. Пожалуйста, открывайте багажник, покажите. Понимаете? Если это надо, то не против, конечно. Если вы нужны, мера. Дай бог, чтобы хорошо все было, все обошлось. В четверг состоялся второй матч финальной серии чемпионата Сергиевского района по волейболу. На площадке спорткомплекса «Олимп» сошлись команды «Нефтяник» и «РН Охрана». В первом противостоянии сильнее оказались охранники. Этого матча изначально не должно было быть. В регламенте чемпионата района черным по белому написано «Финал включает в себя одну игру». Однако участники решающего противостояния сумели уговорить организаторов, и те пошли на уступки. Как-никак, хорошего волейбола должно быть много. Поэтому серия между командами «Нефтяник» и «РН Охрана» затянулась еще как минимум на одну игру. Состоялась она в четверг под куполом спортивного комплекса «Олимп» и собрала куда больше болельщиков, чем встреча недельной давности, что, естественно, не могло не радовать. «Нефтяники» — они в этот вечер предстали в форме желтого цвета. В первом поединке показали себя сильным коллективом, способным навязать борьбу лидеру сезона. Обреченность в действиях подшифтных Андрея Паймушкина стала просматриваться лишь в заключительном четвертом сете. Поэтому, если бы «Нефтяникам» удалось исключить пассивное настроение в ходе отчетного поединка, то, кто знает, финальная серия могла продлиться еще. Поначалу как раз все говорило за это. Волейболисты в желтой форме стремительно стали набирать очки и незаметно пришли к концовке с комфортным для себя преимуществом 2014. От победы в сете их отделяло 5 баллов, но сделать эти шаги оказалось чрезвычайно непростым делом. В следующих розыгрышах желтые разжились лишь одним очком, в то время как ожившая охрана штамповала одну результативную комбинацию за другой. Итог 25-21. Сергей Кузнецов с товарищами празднует викторию. Вторая партия прошла уже в равном ключе, небольшой перевес имели охранники, но «Нефтянику» в самый ответственный момент удалось перехватить инициативу 25-22 и в матче равенства. В третьем сете в действиях «Нефтяников» снова начинает проглядываться какая-то безнадежность. Казалось бы, команда на ходу и нужно лишь продолжать в том же духе, но, как не уговаривал партнеров «Капитан», к словам Андрея Паймушкина, товарищи не прислушались. 25-16 шансы «Нефтяника» на золото повисли на волоске. Взрыв активности в действиях претендента наблюдался по ходу четвертого сета не единожды, но окончательно переломить ситуацию оказалось не под силу. Игроки «Айрон охраны» нащупали победный ритм, сбить с него себя не дали. 25-21 в партии, 3-1 в матче. «Айрон охрана» становится чемпионом района, и это окончательно и бесповоротно. «Нефтяник» — серебряный призер, «Газовик» завоевал бронзу. Волейбольный сезон у мужчин на этом завершен. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». В завершении выпуска переходим к материалам наших губернских коллег. Передаем вам слова. Экономический потенциал колоссальной суммы инвестиций всех регионов Приволжского федерального округа. В основной капитал почти 2,5 триллиона рублей. При этом велики потери из-за тенивых схем, в которых задействовано 3,5 миллиона человек. По оценкам экспертов, ежегодно уводится порядка 27 миллиардов. Шокирующие цифры приводят в своем докладе полпредпрезидента. Это существенный удар по местным бюджетам и прежде всего по федеральному, особенно в и без того непростой экономической ситуации. По различным оценкам экспертов, диапазон теневой экономики составляет от 15-20 до 50% ВВП страны. Согласно исследованиям Всемирного банка, теневая экономика в Российской Федерации составляет 43% от ВВП страны. Сумма материального ущерба, причиненного экономическими преступлениями в прошлом году, составила почти 27 миллиардов рублей. И это только то, что лежит сегодня на поверхности. Со счетов юридических лиц, на счета физических лиц было выведено около 300 миллиардов рублей, из которых по официальным только данным обналичено более 52,5 миллиардов рублей. Это происходит за счет фирмы «Однодневок». Говоря о теневом бизнесе, полпред отметил налогообложение, оптовая и розничная торговля, различные виды финансовой деятельности, операции с недвижимостью – те сферы, в которых чаще всего замешаны коррупционные схемы. И здесь необходимо навести порядок. Как отметил губернатор Самарской области, он выступает на заседании Совета ПФО с одним из основных докладов. Возможности для этого есть. Контроль должен быть как со стороны власти, так и правоохранительных органов. Нужно, чтобы каждый рубль, направляемый и государством, и человеком, работал в итоге на качественное выполнение услуг. И в том числе вот сейчас изменение системы выплат, она нам позволит за счет только наведения порядка, не за счет людей, а за счет только наведения порядка, мы ожидаем как в ЖКХ, так и в транспорте, примерно 3-3,5 миллиарда рублей, которые уходили по разным каналам, мы их будем реально иметь. Это как раз те недостающие средства, которые можно направить на развитие приоритетных направлений и решение острых социальных вопросов. Полпред обратил внимание участников совещания на необходимость наведения порядка в тех сферах, которые прежде всего касаются населения. Это потребительский рынок, контрафакт должен исчезнуть с прилавков, а еще сфера ЖКХ, транспортные перевозки и ритуальные услуги. В условиях экономических санкций, сложной общественно-политической обстановки, для нормального развития регионов от органов государственной власти субъектов местного суммоправления требуется принятие адекватных мер по защите от противоправных посягательств и вывода в теневой оборот бюджетных средств, в том числе при осуществлении государственных и муниципальных закупок. Необходимо жестко ломать систему так называемых откатов. Например, сфера ЖКХ. Еще есть случаи, когда при выполнении капитального ремонта предусмотренные виды работ не соответствуют фактическим, да и качество страдает. Губернатор Самарской области пояснил, теперь в регионе следить за этим будут общественные советы территорий. Только в Самаре в рамках проведения реформы местного самоуправления сформируют 355. Кроме того, с вступлением нового механизма предоставления компенсации за потребленные энергоресурсы выяснилось, что некоторые управляющие компании завышают тарифы, а среди льготников появились так называемые «мертвые души». Мы уже в системе ЖКХ за 4 года последних, мы уже сэкономили ранее практически транжируемых денег порядка 16 миллиардов рублей. И те стройки, которые мы ведем, в том числе дороги, в том числе мосты, которые строим и направляем туда деньги, в том числе школы, спортивные объекты и многое-многое другое, которое раньше не делалось, это во многом за счет того, что в ряде мест каналы утечки перекрыты, и у нас появились дополнительные возможности финансировать в том числе те стройки, которые мы сегодня ведем. А темпы строительства самые высокие в ПФО. Особого внимания заслуживает транспортная сфера. С 1 февраля в Самарской области ограничили количество поездок по социальным картам до 50. До этого были выявлены случаи, когда якобы один и тот же человек совершал до 1000 поездок в месяц. Имели место мошеннические схемы. Новая система призвана саму возможность махинаций со стороны транспортных компаний и недобросовестных граждан исключить. Так, по итогам февраля уже установлено, что большая часть льготников вполне укладывается в установленный норматив. 95,5% уложились в этот норматив. Только 4,2% они уложились в этот норматив. Мы сейчас еще смотрим март, и по итогам двух месяцев окончательно будем определяться по количеству поездок. Уже никаких там 1000, никаких там 500, никаких там 3000 поездок уже не будет. Там уже ни криминальные схемы прокручивать будет просто невозможно. Это позволит сэкономить сотни миллионов рублей и навести порядок в транспортной сфере. На заседании поднималась и тема регулирования рынка алкогольной продукции. Из-за незаконного ввоза и продажи спиртного, например, из Казахстана и местных подпольных цехов по производству контрафакта, регион теряет миллиарды рублей. А ведь деньги от акцизов легальной продажи алкоголя можно было бы направить на строительство социальных объектов. Виталий Портнов, Ольга Павловская, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Оренбург. 30 351 человек на территории Самарской области имеет статус труженика тыла. Все они люди преклонного возраста. Среди них есть инвалиды, ликвидаторы техногенных катастроф. Поэтому у них есть возможность воспользоваться льготами, которые соответствуют той или иной категории. Ее они выбирают сами. При этом в настоящее время 930 тружеников тыла помощь по плате жилого помещения коммунальных услуг не получают. По поручению губернатора были разработаны дополнительные меры поддержки. Данный закон распространяется на всех. Но в соответствии с действующим законодательством каждый гражданин, за исключением некоторых особых категорий, которые федеральным законом выделены в отдельную группу, они имеют право получать меры социальной поддержки только по одному основанию. Депутаты регионального парламента после долгих обсуждений сразу в двух чтениях приняли соответствующие поправки в региональный закон. Теперь труженики тыла будут получать 50-процентную компенсацию за оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг. Принцип предоставления выплаты согласно федеральному закону, который на территории Самарской области, в отличие от всей страны, вступил в силу только с 1 января этого года, таков. Воспользовался энергоресурсами, заплатил по квитанции, получил выплату от государства. Труженики тыла, значит, дополнительно определены меры социальной поддержки, которые выражаются в выплатах 50% платы их за коммунальные услуги. Работа продолжается, и она будет продолжаться и дальше, то есть мы будем выявлять все больше и больше тех граждан, которые действительно нуждаются в социальной поддержке, которым необходимо обеспечить будущее им, будущее их детям. Особое внимание в рамках заседания было уделено сельскому хозяйству. На реализацию госпрограммы устойчивое развитие сельских территорий за счет перераспределения бюджетных средств дополнительно будет направлено 24 миллиона рублей. На эти деньги будут построены два фельдшерско-акушерских пункта, два объекта водоснабжения и газораспределения. 738 миллионов средств о федеральной областной казны направят на весеннюю пассивную кампанию. В этом году задействуют более 2 миллионов гектаров пашни. Руководитель регионального минсельхоза отметил, что с этого года изменились правила предоставления кредитов для сельхозтоваропроизводителей. Все кредиты, выданные до 1 января 2017 года, они финансируются по прежней схеме. Все кредиты, которые выданы с 1 января 2017 года, уже кто попадает в льготное кредитование, мы четко понимаем, что они финансируются по ставке не более 5%. То есть это, соответственно, и общую залоговую массу уменьшает, и экономика предприятия больше подходит для этого кредитования. Те, кто получают коммерческие кредиты, они заведомо знают, что они уже в систему не получат возмещение, и это их выбор. Однако взять кредит по минимальной ставке 5% могут только крупные организации. Вопрос со средними и мелкими пока до конца не решен. Им по-прежнему приходится брать коммерческие кредиты с годовой ставкой от 15% и выше. Как отметил депутат Государственной Думы от Самарской области Игорь Валентинович Станкевич, сейчас прорабатываются механизмы предоставления займов по льготной ставке. И среди задач, поставленных президентом страны, поддержка и развитие крупного животноводства, производства молока и мяса. Сама система, безусловно, правильная. Она вызвана интересами производителя о том, чтобы была снижена процентная ставка. Но необходимо, как только будет подпринято соответствующее решение, увеличить сумму этой поддержки 5% и в то же время ввести, о чем говорили наши коллеги, финансированные непосредственно низовых производителей, малых производителей. Кроме того, сегодня в регионе реализуется ряд программ по поддержке малых хозяйств. В результате удалось добиться высоких показателей. Напомню, в прошлом году было собрано 2 миллиона 200 тысяч тонн зерна. Произведено более 100 тысяч тонн мяса, птицы, говядины и свинины. Надой молока составил более 350 тысяч тонн. В 2017-м фермеры планируют увеличить эти показатели. Виталий Портнов, Вячеслав Потоцкий. Новости. Губернии. На сегодня все. Далее прогноз погоды на завтра. Информационная служба продолжает следить за развитием событий. В студии был Дмитрий Сурков. До свидания. Спонсор прогноза погоды – компания микрозаймов «Фастфинанс». «Фастфинанс» помогает деньгами. Займы до 15 тысяч за 5 минут. Пенсионерам скидки. Ждем вас. Поселок Суходол, улица Куйбышева, 8. В субботу 1 апреля на территории Сергийского района ожидается пасмурная погода, значительная облачность, обильный снегопад. Температура воздуха – минус 1 градус. Атмосферное давление – 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 75%. Ветер юго-западный – 6 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова